Фотохостинг Например, фотохостинг. Кто из вас знает, что такое фотохостинг? Кто с этим сталкивался? Две нерешительные руки, три, а? Снаружи. А почему рук так мало? А в чем разница? То есть вы их не только видели, но можете классифицировать? Замечательно. А сколько времени вам бы ушло, чтобы сделать фотохостинг? То есть просто вы столкнулись с задачкой. Нужно сделать фотохостинг. Когда вам придут и скажут, сделай, вам не будут рассказывать, простейший, непростейший. Придут и скажут, а, нам надо. Сколько? Если просто картиночки хранить, а давайте будет сразу. Открутите ссылочку, получите все же. День. Что могут добавить в спецификацию, чтобы это было сложнее? Почему вас пугает вот это? Давайте определимся. То есть это просто банально и как это называется? Вообще не вопрос. Искать в смысле? Найти какую-то картинку или получить картинку, когда вам известно? Хостинги обычно они предоставляют только, ну, вы знаете картинку, знаете ее адрес, нужно ее получить. Когда возникли хостинги? Хостинги картинок. До контакта была, была жизнь. Постановка задачки фотохостинга. У какого-то человека возникло желание показать картинку. Ну, я поймал щуку, сфотографировал, хочу показать друзьям в другом городе. Идея, вот, ну, спецификация, задания, детали и тому подобное, они возникают где-то уже потом. Сначала возникает идея, я хочу. Все остальное у вас от этой идеи будет отвлекать. Я хочу поделиться песней, я хочу показать картинку. Я хочу. Как это называется, с описанием запаха, вкуса, поверь мне, да? Возникла идея, на самом деле, вот, 20 лет назад, в 92-м году. Но, как решалось бы, как самый простой способ решить? Действительно, ну, флешка это хороший способ, на самом деле, есть. В Штатах есть коллекция людей, которые вмуровывают флешки в стены. Из стенки просто торчит USB-шный разъем. У вас есть точка, куда вы можете прийти, скинуть файлы, потом какому-то письму отослать, что по адресу такому-то, на флешке, в таком-то каталоге лежат файлики, сходи, забери. Причем, это действительно существует, ну, это придумали 5 назад. Самый простой способ с фотохостингом, который возник, ну, я бы как делал давным-давно. Обычный FTP-сервер, положил на FTP-сервер картинку, выдал доступ. Итак, ставим свой FTP-сервер. Это какая-то готовая вещь, позволяющая положить и отдать данные. Даем доступ на загрузку, потому что, ну, как-то туда надо соединяться, имя пользователя, там подобные вещи. Чтобы положить, пользователь должен зайти на сервер. Там была замечательная команда, отчика PUT. При команде PUT из текущего каталога на моей машине данные пересылались на сервер. Падали в каталог. И я каким-то образом для себя в голове формировал путь. FTP, хостинг.ру, оплот, моя фотка.gif. И это, это я должен был переслать своим друзьям. Посмотрите, какая у меня щука. Чтобы получить, он должен будет соединиться с FTP-сервером, и оттуда скачать. Возникло это десятилетие тому назад. И на самом деле, вам станет задачка сделать фотохостинг. Дня не нужно. 15 минут. Если вам сказали просто фотохостинг. Не надо искать более сложных вещей. Регулярно люди придумывают. Ну, надо сделать, берем, делаем. Правдивая история про первую картинку в интернете. Интернет придумали в 92-м году. Причем придумали в ЦЕРНе. Честно скажу, не могу перевести ЦЕРН. Но это та самая организация, в которой придумали и запустили большой гудронный коллайдер. То есть они когда-то давным-давно придумали интернет, а теперь придумали гудронный коллайдер. В 92-м году было шоу. Ля-ля-ля. Коллега Тим Бернс попросил у меня пару фоток тех девчонок из ЦЕРНа. Дабы опубликовать их в свежеизобретенном системе под названием «Всемирная паутина». То есть первую картинку толкнули через месяц-два после вообще появления интернета. Картинки – это основная составляющая трафика. Может быть сейчас Ютуб это дело исправил. На самом деле картинки, картинки, картинки. Человек, которого просили, не очень понял, что от него хотят. Но он сделал скан на своем МАКе и положил на ФТП. Получилась первая в мире фотка, переданная через ВЕП. Вот эта фотка. Ужасные ЦЕРНЕТты. Милые девушки, работавшие ядерными физиками в ЦЕРНе. Заодно певшие песни. Такой подход имел право на существование, потому что пользователи были очень продвинутые. Ядерные физики, они умные и могут разобраться с ФТП. Их было немного. На самом деле пользователей интернета было перечислимое множество. Картинки были небольшие, и управлять можно было всей коллекцией. То есть вы заходили на ФТП, делали подпапочки, закачивали в них. Для меня это было такое дело. Не в 92-м году, но в 94-м, 95-м. Для меня это история, причем живая. Если нужно было передать 100 картинок, то, честно говоря, скачивать их по одной всегда было мучительно. И закачивать, они просто упаковывались в один зипчик и выкладывались. Вот это вот фотохостинг 18, 20, 15 лет тому назад. Дальше оно начало меняться. Появился HTML и HTTP. Вообще появилась концепция браузера. То есть человека можно было оторвать от командной строки, и он при помощи клавиатуры, окошек и мышки смог получать информацию. К этому моменту количество картинок выросло, как выросло и количество пользователей в связи с появлением браузеров. И на самом деле с каждым упрощением, с каждым появлением более доступного способа получения информации количество пользователей будет расти. Появились браузеры, появился HTML, появилась работа с формами. И с возможностью сделать формочку, задать в ней имя файла, нажать кнопку, чтобы это отправилось. Вам не нужно заходить через FTP, делать подкаталоги и тому подобное. Оно упростилось. Сервис сразу же возвращает путь, по которому можно получить картинку. Плюсы по сравнению с FTP можно сделать красиво. Можно сверху написать название, можно рассказать зачем, куда, почему. Красотища. И более простые пользователи, их стало больше. Сколько вот у вас сейчас ушло бы времени сделать простейший хостинг с HTTP? Ну, FTP, ну, FTP, не знаю, можно взять готовый сервер. Это тоже на самом деле хороший подход. Назови пару готовых. Но это чужой сервис. На самом деле вы делали домашки, вы делали хранение по ключу. Вы делали их при помощи сокетов, вы делали с HTTP день. Вот здесь уже ближе к дню. Для 96-го года это был просто rocket science. Это был взрыв мозга. Это когда ты можешь туда приконнектиться через мадам, а там картинки. Пользователь получает HTTP форму. В форме есть простейшая ссылка на файлик. Чтобы кнопку отправить, выбираем файл, нажимаем отправить. Появляются часики на экране, то есть идет передача из браузера на сервер по сети. И получается сообщение. По такому-то адресу HTTP вы можете получить свою картинку. Прорыв науки. Вот FTP сюда. Что происходит на сервер? Получаем запрос, получаем из заголовка название файла, получаем из тела запроса байты. Делаем файл на диске, кладем туда байты, закрываем файл, возвращаем полный путь пользователю. Это чем-нибудь отличается от ключ value хранилища. Тогда память была очень дорогая. Простейший, на самом деле простейший фотохостинг сейчас, это поставить редис и складывать в него картинки. И забирать оттуда. Почему я хочу про это рассказать и показать? Базы данных, они вот такие. Они плавно начинают развиваться, с непонятно чего и непонятно куда. Это базы данных. Там уже были, на самом деле, в интернете миллионы картинок. Что получается на сервере, когда у нас есть GET? Мы получаем из запроса имя файла, ищем файл по пути, по какому-то, в памяти удержать все было невозможно. Кидали туда файлики, получали, открывали файл, загрузили байты, выставили контент-тайп, потому что браузер не всегда, браузер не может узнать, как нужно интерпретировать байты, которые к нему приходят. Нам нужно ему сказать, что вот это вот будет гифчик, вот это вот будет чпек. Отправили байты пользователю, закрыли файл и соединение. В чем плюсы и минусы этого подхода? HTML-форма это просто и доступно. У нас появляется много, действительно много пользователей. Научить пользоваться ФТП можно 10 человек. HTML-ом 1000. Не требует работы администратора. Если мы подняли такой сервер, картинки там появляются, пользователи им пользуются, администратор проверяет, есть электричество, нет электричества. Технически это понятно, просто и на самом деле довольно-таки надежно. Можно сделать бэкапы. Файловую систему забэкапировать, но это опять же десятилетия уже существует к этому. Растет количество файлов и пользователей, объем данных. Что с этим делать? Если вы попробуете решить эту задачку в лоб и начнете складывать файлики в один единственный каталог, вы столкнетесь с тем, что сама файловая система начнет тормозить. Ленуховая система, X3, например, она может хранить всего 32 тысячи файлов в каталоге. Под Windows, под Windows у меня были регулярно проблемы, когда количество файлов переваливало за 5-8 тысяч. Вы не можете в один единственный каталог сложить много данных. Вам придется уже партиционировать и шардировать данные. Даже на таких простых системах вы должны думать, как распихивать файлики, как распихивать ваши данные. Скорость бэкапа определяется количеством маленьких файликов. Если у вас есть флешки и вы копировали каталоги, вы должны были заметить, что большая киношка копируется быстро, большое количество маленьких файликов копируется медленно. Фрагментация. Маленькие штучные операции. Это медленно. Кстати, с появлением HTML возникла такая ситуация, что когда отрисовывается страница, она состоит из нескольких частей. Это сам HTML, описывающий страницу, и картинки, которые в него входят. При медленном интернете вы можете заметить, что появилась сначала страница, там появились квадратики, содержащие в будущем картинки, и потом досасывают с картинки. Для того, чтобы пользователь не сидел перед пустым экраном и не смотрел на серую страницу, нам нужно передать в HTML, как выглядит картинка, какие у нее размеры. Иначе он просто не может отрисовать. HTML, он состоит из блоков. Неизвестен размер блока, мы не можем отрисовать. Поэтому нам нужно передавать и хранить на сервере еще мета-информацию. Не только сами байтики, но и мета-информацию, описывающую ее. Кстати, тогда же появилась идея всяких альбомов. В альбоме мы нашу фотку показываем маленьким размером, когда на страницу альбом заходим в детали, она нужна нам больше. Если мы сейчас идем на Яндекс.Фотки, мы там можем выбрать другой размер. Покажи нам исходную картинку, поменьше, побольше. Запросто появляется 4-5 размеров. Мы делаем хостинг, туда приходят люди, они кладут тысячу своих картинок. Но чтобы сделать это удобно, у нас это превращается в 5000. У нас растут порядки количества данных. Как можно побороть то, что файловая система не может хранить в каталоге много файликов? Давайте из них сделаем дерево. Изначально самый простой вариант был, делались под каталоги по пользователю. Каталог для Иванова, каталог для Петрова и тому подобное. Это мы шардируем данные на основании нашего знания об исходном ключе. Чем это плохо? Если у Иванова картинок очень много, то он столкнется с той же самой проблемой. А у Петрова будет немножко. Исходный ключ, определяемый пользователем, он неудачен в данной ситуации. Тогда возникла идея хэширования. Уже тогда начали менять реальные названия файловиков в непонятные последовательности чисел. Если у нас хорошая функция хэширования, данные будут равномерно размазаны. Наши каталоги будут равномерно нагружены. Если хэш определяется самими данными, которые нам пользователь прислал, то есть шанс, что будет конфликт хэшей. Я загрузил мою щуку, мой сосед загрузил щуку. Я пытаюсь увидеть мою щуку, но мне показывают его. Нехорошо, обидно. Тогда же возникла идея того, что пусть сервер назначает айдишники, и с айдишников берутся эти хэши. Когда вы сейчас столкнетесь с большими базами, в большом количестве, ситуации вам не дадут задать ключ, по которому доступны данные. Ключ будет сгенерирован системой. Корни этого лежат где-то здесь. И раскладку, насколько я помню, раскладывали обычно в обратном порядке. То есть глубина, она нарастала очень медленно. Мы сначала упаковывали младшие цифры, потом дальше, дальше, дальше. Вложенность каталогов, добраться до нескольких миллионов было тяжело. Соответственно, глубина вот этой вложенности была ограничена. Про метаинформацию картинок. Окей, у нас в системе есть миллион картинок. Нужно хранить метаинформацию. Метаинформация. Это гиф это или чпек. Сколько у него пикселей по высоте, по ширине. Каков размер этого файла. Кто его автор и тому подобные вещи. Самый простой и ломовой способ. Мы рядом с исходной картинкой кладем еще один маленький текстовый файлик. А, даже нет. Самый первый, самый простой. Перед тем, как отдать изображение нашему пользователю, то есть построить HTML-страницу, в которой будет ссылка на это изображение с размерами, мы сходим в картинку, выпросим из нее заголовок, посмотрим на ее размер, отправим пользователю. У нас произошла одна коммуникация с пользователем. Мы построили страницу. Потом, по прошествии полусекунды-секунды, придет запрос за самой картинкой. Из-за того, что приходится искать файл дважды, приходится его дважды поднимать с диска, это долго. Оптимизация этого рядом с файликом. Картинки делаем, файлик текстовый. И просто-напросто туда скидываем. В чем плюс? Этот файлик будет заметно меньше по размеру. Там малое количество информации, но оно опять же будет лежать в той же самой файловой системе. Приняв такое техническое решение, мы вместо 10 тысяч файлов в каталоге получили 20. Здравствуйте, это опять время. Это нужно перебрать файловую систему, это нужно ее найти. Плохо. Следующий подход, который был использован, появились индексные файлы. Вы заходите в каталог, там лежат картинки, и рядом валяется один, ну, уже в этот момент представительный файлик. Если, например, в каталоге 10 тысяч картинок, то в нем 10 тысяч строк, описывающих их. 10 тысяч записей об этих картинках. Файлик один. По идее, он лежит в кэше. Каталог не пухнет. Это будет работать быстрее. На самом деле, это появился индекс. Так индексом он и назывался. Самым идеальным решением для такого подхода хостинга было бы, чтобы в файловой системе можно было хранить дополнительные атрибуты. Но, честно говоря, ни разу не видел, чтобы кто-нибудь писал файловую систему специально под хостинг. До какого-то момента люди пилят то, чем они пользуются, с какого-то момента они пользуются уже готовыми решениями. Но вот поддержка на уровне файловой системы, наверное, была бы самым красивым. Чтобы была бы просто колонка, описывающая размеры. Почему плохо сделать один файлик на все ваше хранилище? У вас есть там несколько сотен тысяч картинок. Но с файлом работать сложно. Если у вас есть большое количество потоков записи, не делайте единую точку, в которой все будет лочиться. Потому что записать файл нужно найти его, залочить, произвести запись и отпустить. Если у вас несколько человек загружают данные, они будут ждать. Если несколько человек получают данные, они будут ждать, пока вы это отпустите. Лучше делать такие блоки на уровне каждого каталога. В какой-то момент ваша система будет расти, и у вас возникнет вопрос того, что нужно отдавать как можно больше данных. Решение, репликация файловой системы. Просто копируем с одного на другой. Если мы хотим... R-Sync – это венуховая утилита, которая заходит в каталог, проверяет его содержимое, проверяет содержимое на другой машине. Если есть какие-то отличия, оно перекопирует оттуда сюда. На самом деле, из этого очень легко сделать мастер-слейв-репликацию. То, что вы делали в качестве домашек, с вашими базами данных. Что мне нравится в этой схеме? Оно безумно просто. Просто безумие. Содержимого каталога достаточно, чтобы система работала. Но в какой-то момент появляется желание добавить туда базу. Потому что база, она... На самом деле, это такой большой глобальный файл, описывающий весь ваш хостинг. Самый простой способ – заводим три таблички. Images. Даже достаточно одной. ID-шник имиджа, ширина имиджа, высота имиджа. Ну и Alt. То есть, это таблица, описывающая мета-информацию. Но в этот момент у вас уже база, ваш хостинг, начинает работать с двумя типами хранения. Один тип хранения – это сами данные, лежащие на файловой системе. Второй тип хранения – это ваша база. Мы с вами изучали вопрос того, что если у вас есть несколько баз, у вас возникнет кап. У вас возникнут вопросы консистенции. Вы записали в табличку, не записали на файловую систему, записали на файловую систему, не записали в табличку. Но тогда это было еще не доказано, и народ не особо парился. А здесь здесь... А нужен ли он нам? Путь на диск... А зачем? Ну, на самом деле, сходу возникает мысль, что нужен путь. Потом сидишь, думаешь, а зачем? Кстати, если у нас появляется база, база именно вот такая, мы на ней можем делать вещи, которые почти невыразимы в файловой системе. Мы можем получить новую функциональность, потому что, если мы делаем фотохостинг, люди, скорее всего, будут искать по типам. Я хочу машинки, я хочу животных, я хочу 1 мая. От типа вашего хранения зависит, какие функции вы можете поддержать. Для того, чтобы сделать это в нашем фотохостинге, добавляем всего лишь две таблички. Keyword – это наше животное, машинка 1 мая. И таблица связки, keyword image, которая содержит только айдишники, туда или сюда. Когда человек ищет животных, он узнает айдишник, он берет keyword, идет в эту таблицу, получает айдишник, делает join. Keyword image, оттуда получает имидж. Вообще не rocket science, но это действительно живые системы. Плюсы этого, база сама может разобраться с блокировками, она сама готова отдавать по сети, это будет быстрее, чем файловая система. А за счет keywords можно сделать поиск по тыгам. Почти идеальная система, но наша база, она мощна и универсальна. В продвинутых базах данных есть возможность хранить байнари стримы. Воркле это называется блобы. Big Binary Large Object. То есть мы на нашу базу, на наши таблицы возлагаем еще обязанность хранить сами картинки. Каким последствиям это приведет? У нас 100 тысяч картинок. Средний размер картинки, например, 100 килобайт. У нас мгновенно база становится размерами в много мегабайт. запросы в эту таблицу будут тормозить. Но вот это вот решение сделать в базе табличку ImageBody с ID-шником картинки и с блобом, честно говоря, я сам делал в Яндексе. У нас есть проект, в котором так и живет. Есть вещи, о которых жалеешь. На самом деле пока не сделаешь, не попробуешь, не дойдет. В чем плюс такого решения? У нас появилась, у нас исчезла одна из сущностей файловая система. У нас стала всего одна сущность, база данных. Если у нас есть администратор базы данных, он знает, как ее бэкопировать, он знает, как в ней настроить мастер-слейф-репликацию и тому подобные вещи. С одной стороны, мы сделали очень хорошее дело. Убрали лишнюю сущность. Но это было плохое решение. Потому что оно не масштабируется, оно не растет. Размер базы, особенно сиквельной базы, он все-таки ограничен одним большим ящиком. Сейчас возникает термин, активно продается, это полиглот персистенс. Когда вы решаете ваш проект, скорее всего, вам целесообразно использовать множественное хранение. Вы анализируете свои данные, смотрите на то, как они запрашиваются, как они модифицируются, какие объемы они занимают и делаете хранение в разных местах. В случае фотохостинга лучший способ это база, описывающая метаинформацию и файловая система. в файловой системе нет ничего плохого. Это хорошее проверенное решение. Комбинируйте из разных систем и получайте то, что вы хотите. Монолитность она не живет с текущими объемами. О каком количестве картинок вообще идет речь? Например, есть большой фотохостинг называется Flickr. у нас он не очень популярен в Штатах очень даже. В 2007 году есть описание архитектуры Flickr. Сходите по ссылке посмотрите. С вашим уровнем знаний вам должно быть понятно что там написано. Учитесь на больших системах. В 2007 году Flickr обслуживал 4 миллиарда запросов в день. у него в кэше сквит это такой большой кэш на файловой системе. Когда приходит хттпшный запрос мы можем его отправить в основное хранилище и можем посмотреть в кэше. Сквит это система кэширования HTML. Она была очень популярна раньше, сейчас не могу сказать. Но если вы хотели сделать быстро работающий сайт вы поднимали сквит. Сквит пробегающий мимо него трафик хватал и клал на диск. Вдруг кто-нибудь в ближайшее время в ближайшую неделю захочет ту же самую страничку поднимаем оттуда отдаем. В сквите лежало 35 миллионов фотографий причем 2 миллиона фотографий в 2007 году хранилось в оперативной памяти. 2 миллиона фотографий на 100 килобайт каждую гигабайты 2007 год. Не только скриптовые но и в том числе основное хранилище чем более узкоспециализирована система чем тупее она тем она быстрее. Во фликере было 470 миллионов изображений причем каждое было в 4 или 5 размерах и обслушивалось 38 тысяч запросов в секунду от 12 миллионов активных объектов 2 петабайта дисковых данных и более 400 тысяч фотографий добавляются ежедневно сделать хостинг показать щуку можно за 15 минут задаться задачей сделать HTML хостинг можете потратить день на самом деле вы берете и делаете но с ростом ваших пользователей у вас будут большие проблемы для меня 38 тысяч запросов в секунду связанных с фотками это безумный объем почему это 2007 год я не помню когда у нас появились Яндекс фотки Яндекс фоток не факт что сейчас такие же объемы нагрузок архитектура фликера все кроме фоток лежит в базе данных как раз используется тот вариант который я описывал у нас есть мета информация лежащая в базе данных фотки выкинуты наружу фотки лежат холодным слоем на других дисках клиенту выдается список серверов и клиент в случае ошибки при обращении за картинкой дживоскриптом тут же пытается высосать с другого места при большом количестве данных вы столкнетесь с тем что сервер может упасть а клиент не должен уйти подумайте как ему обеспечить как заложить внутрь вашей программы а на самом деле HTML-странице это программа автоматический ретрай делаете базу данных у вас пошел ваш клиент на какой-то шарп не нашел там данных сделайте автоматический ретрай чтобы он ушел на следующий на следующий поискал данные учитывая объемы данных им пришлось отказаться от мастер слейф репликации мыскуля и сделать мастер-мастер мастер-мастер репликации намного сложнее вовсю встают вопросы инконсистенции базе данных каждая страница показываемая фликером требовала 27-35 запросов включая селект каунты я говорил что когда делается каунт приходится посещать большое количество рядов в базе в табличке делать промежуточное хранение я бы не хотел заниматься такой системой это тяжело вычислить шарды данные все были на шарды по 400 тысяч пользователей сервера 16 гигов памяти 120 гигов данных ридхат и всего 12 терабайтов данных а пользователя без самих фоток простейшая идея я хочу показать щуку идея понравилась народ пошел 12 терабайт данных не о фотках в 2007 году но это не самый большой фотохостинг который существует в мире сейчас самым большим является фейсбук я думаю что все-таки это фейсбук цифры фейсбука 15 миллиардов фоток причем на каждую фотку на каждую фотку делаются опять же разные размеры изначально когда появились только фотохостинги размер пересчитывался на ходу у нас есть фотка с нас попросили такой-то размер мы запускаем перловый скрипт перловый скрипт ресайзит фотку и отдает чем хорош был сквид мы перловый скрипт запустили он посчитал это упало в сквид в сквиде лежит пришел в следующий раз пользователь нам не нужно пересчитывать мы взяли из кэша текущие системы предрасчитывают значение и сохраняют итого получается 60 миллиардов фоток честно говоря количество нулей буду считать и выписывать полтора петабайта данных и 220 миллионов новых фоток в неделю 25 терабайтов данных в неделю не знаю если бы я добавлял диски я наверное бы 8 часов в день их туда добавлял приходил утром и добавлял новые в пике отдается 550 тысяч фоток в секунду для меня для меня вот это самая высоконагруженная база которую я знаю высоконагруженная по объему данных которые отдаются большая часть интернета это фотки и скорее всего с этого фотохостинга архитектура до того как они в 2009 году сменили свой движок сервера загрузки это HTML хттпшные сервера получающие поток байтов от пользователя получают фотку ресайзит то есть опять же мы ресайзим не в тот момент когда нужно отдавать а в тот момент когда мы получаем данные данные приходят вы их готовите куда-то сохраняете будете заниматься веб-страничками вы получаете веб-страничку разбираете парсите ищите где ее сохранить храните как можно более вычисленные данные чтобы не нужно было считать снимите нагрузку с ЦПУ складывают в сетевую файловую систему сервера отдачи получают запрос ищут в сетевой файловой системе и отдают сервера NFS это специализированные сервера для хранения файлов в чем их специализация я не знаю но при таких объемах приходится отказываться от широкодоступного железа они тогда использовали опять же систему специализированную ну и пришлось от этого отказаться и пойти традиционным путем легко доступного обычного железа каждое фото это отдельный файлик потому что это отдельный файлик это записи в каталогах это записи о размере файла о дате доступа к нему о дате создания и вся другая обвязка связанная с файловой системой которая не нужна фотохостингу и как раз система хранения данных у них стала bottleneck они поверх этого ставили сквиды но уперлись 60 миллиардов фоток лежащих в файловой системе они сделали хранилище под названием хейстек хейстек насколько я понимаю переводится как сток сена и приложили к нему концепцию что в этом стоке сена мы ищем иголку хранение этого используется 8 процессорные машины на 32 гига памяти с рейдовыми контроллерами аппаратными чтобы у них был свой кэш живущий как можно ближе к железу 12 терабайт 12 терабайт данных на терабайтовых SATA дисках включенные в рейд 6 рейд 6 это фактически у нас 6 дисков 4 дисков по которым размазаны данные для данных считаются хэши с кодами восстановления на самом деле получается так что на 4 дисках у нас данные на 2 дисках просто-напросто коды для восстановления они не пошли на то чтобы делать активную репликацию они попробовали сделать максимально самовосстанавливающиеся ноды они закладываются на то что железо будет устойчиво у вас есть шанс положить картинку в фейсбук а потом ее не увидеть есть скорее всего репликация фоновая но они пришли к выводу что мы хотим сделать не специализированное решение как в отличие от NFS серверов а вот такое инженерно вывернное рейды в моей жизни у меня была база живущая на рейд 5 в ней падал диск и нам надо было восстанавливать восстановление рейд 5 на диске так много по-моему 120 мегабайт заняло день это было давно там ставил MS сиквельный сервер и так далее рейд 5 в нем погиб диск мы вынули один диск вставили другой и рейд запустил восстановление в восстановлении он начинает брать блок считать к нему хэши смотреть по кодам коррекции что можно восстановить и восстанавливаться это инженерное решение они поставили туда 12 терабайт данных просто скопировать 12 терабайт данных это долго восстановить рейд в котором погиб диск займет несколько суток но это принято ими решением боюсь что с 2009 года у них скорость выросла они просто я думаю что они просто на фабрике заказывают контейнерами когда контейнер приходит они его включают в качестве файловой системы на этих серверах они используют XFS считается что эта система не страдает от фрагментации и если поискать архитектуру в контактах в контакт тоже использует XFS для хранения своих картинок причем на всех дисках то есть там их 12 делается одна единая файловая система с точки зрения программы это одно большое хранилище физических дисков на 12 терабайт сейчас не существует логически существует что они кладут внутрь этого хранилища там лежит большой файлик начинающийся с 8 килобайтового специального блока а дальше сплошным потоком идут иголки каждая иголка начинается с хедера это просто магический номер использующий для того чтобы найти иглу если не дай бог мы потеряли какой-то кусок файла в качестве такого числа могут использовать например число пи до какого-нибудь там знака 100 знаков от числа пи основная гипотеза заключается в том что нам нужен токен который очень маловероятно встретится в реальных данных такой подход здесь не только здесь в хдфсе тоже есть раскидывание служебных числовых последовательств чтобы мы могли восстановить файл если какой-то кусок его потеря это начало блока открываешь файл начинаешь с произвольного места открываешь файл начинаешь по нему бежать пока не встретишь такую вот последовательность если суперблок жив то можно с этим жить если у вас произошел коррапт файловой системы вы потеряли кусок файла вы могли потерять начало файла но вы внутрь данных вкладываете возможность восстановить хотя бы часть конкретику здесь не знаю на самом деле текущая архитектура они довольно таки закрыты 1056 бит например байт не знаю действительно число которое очень маловероятно встретить относительно таких чисел опять же в моей жизни был очень счастливый экспириенс у нас была простая дбфная база давно очень давно стояла на диске старая добрая windows фат система коррапт файловая система лежит база с которой надо работать файловая система нагнулась пришлось взять нортон диск доктор и начать читать что лежит в каком блоке данные были не шифрованы данные были на русском языке по фамилиям именам можно было находить где находится один кусочек файла другой кусочек файла я начинал работать сторожем вернее был момент я поработал немножко программистом надо было дальше подрабатывать я работал ночным сторожем запустил игрушку на сервере баз данных в ночи она у меня вылетела когда винда перегрузилась выяснилось что покоробкался рабочий диск в ту ночь я узнал о базах данных безумное количество информации но в ту ночь я не спал закончил я это собирать по-моему в 9.40 в 10 утра начинался рабочий день приходили люди я это все что называется подмел сделал вид что ничего не было даже покоробкавшись файловой системой если вы осознаете формат позволяет вам восстановить хотя бы часть данных окей magic number после этого идет security cookie ко всем картинкам которые хранятся внутри подмешивается случайно сгенеренная последовательность символов для чего для того чтобы вы зная одну картинку не могли сказать серверу дай мне следующую когда мы сейчас обсуждали с вами хранение значений в key value в сторожах если оно у вас идет простыми числами то вы взяв число 1 можете добавить к нему плюс 1 получить 2 плюс 3 и тому подобное вы можете перебрать хранилище у вас есть какая-то часть вашей информации а вы хотите увидеть все остальное вы приходите на сервис яндекса вы выкладываете свою функциональность пользователи начинают этим пользоваться вы начинаете читать логи и обнаруживаете что люди посмотрели на ваши запросы и начали туда добавлять числа вас сидят и перебирают в случае если у вас будет хороший хостинг им будут пользоваться интересные люди они будут очень сильно ругаться если их фотки уплывут в интернет фейсбуки подумали об этом они сделали просто куки это какая-то последовательность символов которые случайным образом генерируются дальше идет 64-битный ключ причем этот ключ он уже будет последовательным 0,1,2,3,4,5 но если мы сделали куклу мы его защитили альтернет кей это попытка описать ключ в 32-битах 32-битах в принципе короче но 64-битах это их разрядность я не Гоша Корнеев я не могу сказать какое число описывает 64-бит но по-моему это много 32-битах а? по-моему 32-битах это 4 миллиона миллиарда а там соответственно 16 миллиардов миллиардов в общем много они готовятся к тому что у них фоток будет много будете делать свою систему обладайте наглость заложите в нее возможность хранить много флаги сейчас используется только один флаг пометить что картинка удалена дальше идет размер блока и сам блок данных футер они вложили туда еще один магический номер мало ли ошибка будет находиться где-то между первым magic number и дальше мы можем найти кончик чек сумма чек суммы появляются сейчас массово наличитует во всех базах данных потому что карабт блока я рассказывал про жизнь дата центра в дата центре может умереть машина может умереть сервер это сейчас не вызывает ни у кого никакого удивления когда вы начинаете работать с большим количеством данных по карабтицам может быть информация лежащая в чипе памяти чек суммы считают когда мы читаем блок с диска когда мы записываем блок на диск когда мы копируем один блок памяти на другую машину всегда считаются чек суммы и как ни странно эти вещи вылезают вылезают и вылезают одна из вещей которая у меня вызвала большое глубокое удивление например мастер слейф репликация май сиквела как выяснилось как они описали это слейвы потеют мы сделали систему мастер слейф репликации мы ее вычитали мы ее запустили и мы этому начали верить потом в какой-то момент какой-то невезучий из наших пользователей говорит что я вот брал данные со слейва они не такие люди сделали систему подсчитывания чек сумм на мастере и на слейве отдельно живущие процессы и в реальных системах они показывают что слейвы не такие же как мастера изначально задачка сделать мастер слейв репликацию я попросил сделать вас она простая и понятна когда мы переходим к большим числам к большим серверам мы высылаем 2 получаем 2,2 откуда как неизвестно чек сумма обязательно чек сумма и идет выравнивание блока до 8 байт во всех базах сейчас данные будут выравниваться до 8 байт до 16 до 64 до килобайта ну оверхет будет вот описание индекса так 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 слушай ты всегда торопишься да для того чтобы отдать данные из этой базы нужно передать основной ключ альтернативные ключи куку если у него если у него призван субботом субботом вот путь до картинки в фейсбуке что из этого куки что из этого айдишник что из этого альтернативный айдишник я не знаю я не работаю в фейсбуке вопрос то есть правильно это не так чтобы недалеко не заподобить а как тогда поиск нам получается придется ну как индекс еще хранить где в этих блоках лежит картинка потом выходить и в этих блоках в блогу составляет и субботом картинка и сабы еще не 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 итого база делится на две части у нас есть где-то мета описание картинки моя любимая собачка точка чпек оно лежит в обычной реляционной базе там же рядышком с ней лежит служебная информация состоящая из ке альтер ке и куки когда приходит пользователь и хочет увидеть свою любимую собачку мы ему отдаем хтмл внутрь этой хтмл мы выкладываем уже вот такой большой длинный поинтер на самом деле это поинтер по этому поинтеру мы однозначно можем спозиционироваться в файловую систему но файловая система завернута просто в один большой файлик получить офсет и уйти туда рядом с каждым файлом вот это был файл данных он просто фуллсканом доступный файл в котором лежат картинки одна картинка впритык к другой у нас файловой системе один файл у нас нету оверхеда на миллионы фоток у нас один файл рядом с ним делается индекс у него есть опять же свой суперблок и дальше идут маленькие короткие записи ключ альтернативный ключ флаг офсет кстати кто кто сказал офсет офсет и размер который нам нужно получить ключ это опять же 64 бита альтернативный ключ флаг и размер оно получает этот файлик получается по размеру меньше основного занимает процент например и что с ним очень хорошо если мы этот файлик по какой-то причине не потеряли он полностью восстановим из исходного мы возьмем наш 10 терабайтовый файл хранящий сами картинки пробежимся по нему один раз и восстановим индекс причем они на себя не взяли обязанности сортировать этот файлик это просто маленькое представление 64 бита плюс 32 бита плюс не знаю один бит а всет в терабайтах пусть тоже 64 бита плюс размер это все опишется 128 256 бит каждая запись 256 бит и того у нас есть большой длинная кишка данных плюс к ней индекс маленький понятно какой-то заголовок он не расшифрован он не рассказан скорее всего там например может храниться информация о версии информация о том на каком сервере он был создан и тому подобные вещи когда делается сериализация обычно делается впереди блок все знают где он находится и что в него можно засунуть информацию озвучено что на сервере на 12 терабайт дисков хранится 10 терабайт данных милый окей как происходит запись в эту длинную кишку мы открываем этот файл данных позиционируем самый конец дописываем наши данные флашим их мы обсуждали с вами логи там было требование чтобы журнал операций флашили на файловую систему считается что данные в памяти могут быть потеряны очень легко данные записаны на файловую систему более надежно и того мы открыли файл дописали в него данные описав всю эту структуру в синкнули в синк он донгий он на самом деле дождется пока все записано на диск и потом вернется после этого асинхронно мы модифицируем индекс и не записываем индекс на диск индекс он может быть восстановлен когда вы работаете с данными всегда определите для себя какие данные восстановим и какие нет если вы знаете что данные могут быть восстановлены к ним можно относиться более вольготно если данные уникальны и могут невосстановимы будьте с ними внимательны пусть это будет медленно но внимательно причем этот формат хранения не поддерживает модификации мы только записываем в конец файла то есть у нас была картинка она там хранилась прошло какое-то время пользователь решил ее заменить мы не производим удаление вспомните адресную книжку мы не можем удалить с бумаги можем оттуда вычеркнуть но дописываем дальше точно так же здесь аналогии на самом деле если внимательно думать между всем этим можно настраивать аналогии научитесь думать в аналогиях мы берем файлик дописываем в него конец если нужно заменить что-то пускай оно раньше там есть оно там болтается мы дописываем в конец чтение на входе будет сложный ключ это афсет ключ альтернативный ключ куки и дата сайз взятый из индекс файла все поля из индекс файла будут взяты и с ними мы пойдем в систему если произойдет рассинхронизация этих вещей то мы скажем что картинки нет индекс файл пометим что его нужно перестроить и выкинем в случае удаления в этом блоке есть место под флажок мы позиционируемся во флаге и ставим там битик что данные были удалены индекс можно не обновлять совсем в момент чтения мы будем производить валидацию мы придем за данными увидим что данные удалены только тогда и освобождается место только при перестроении стога как выглядит сам фотосервер на самом деле вот эти вещи это только хранение данных это модная современная файловая система обрабатывает ттп запросы отвечает на них на старте когда запускается сервер он начитывает в себя индексы индексы они здесь это другого формата индексы опять же наиболее сжатого минимального формата потому что количество картинок будет определяться количеством памяти которая нам доступна ключ и сдвиги от этого ключа сдвиги от этого ключа до уменьшенных картинок мы храним не полную ссылку а ссылку относительную потому что она компактнее в случае добавления мы на сервере который будет добавлять добавляем новый ключик и отправляем в сток передаем в сток что по этому ключу нужно сохранить эту картинку обновляем индекс на этой машине оставляя оставляя в индексе значение с максимальным апсетом у нас в файловой системе картинка с тем же самым адишником может повторяться несколько раз в индексе хранится только самое последнее мы считаем что оффсет он связан со временем чем больше оффсет тем более поздняя запись мы пишем только в конец а самая свежая значит больше оффсет чтение производится по такому красивому урлу из значимых вещей здесь я насколько понимаю это cdn то есть common distribution network большое количество серверов спрятанных за этим днс дальше ссылка в ссылке описано полностью вся ссылка до картинки это наш pointer здесь есть cookie если вы ошиблись в этом cookie вы не получите данных это перебрать невозможно это защита данных насколько я понимаю n это ссылка на размер и того из распаковав расшифровав эту ссылку мы получаем идентификатор стока в котором нужно искать ключ от фотки размер и cookie размер здесь в том смысле что иконка уменьшенная изображение исходное изображение там подобные вещи идем в сток получаем данные если мы получаем из стока сообщение удалено на этом сервере мы удалим из индекса информацию удаление отправили в сток команду удали то есть проставь флажок не обновили у себя сжатие сжатие может выполняться на ходу рядышком делается новая копия стока то есть на самом деле на машине нужно резервировать место и туда выкопируется только неудаленные данные обновляем индекс http сервер учитывая специфику этой системы к нему нету высоких требований на скорость он все равно упрется в и о потому что нужно передавать данные получилась мастабируемая система хранения бинарных данных а вот не знаю насколько как это озвучить это пример эволюции эволюции специализированной базы данных базы данных отдающих изображение началось все с фтп в ядерном институте 20 лет назад простой готовый фтп сервер у него есть ком онлайн интерфейс вы можете туда зайти и положить данные можете рассказать как их получить получается они не просто а это последовательность пойди туда залогинься сделай командочку get там подробно прошли года поменялись технологии поменялось количество пользователей этим перестали пользоваться ядерной физики тем начали пользоваться обычные люди оно с одной стороны никуда не делась от тех базовых вещей которые были тогда тогда была файловая система куда падали файлики и была сеть по которой получены сейчас это тоже файловая система в которой лежат файлики но вот это файловая система текущего поколения те проекты в которых я сталкивался в яндексе у нас есть подобные аналогии концепция файла бинарного файла с индексом лежащим рядом с ним это не rocket science но это действительно то решение которое позволяет достигать результат вы если вы пользуетесь сервисами яндекс у вас очень хороший шанс наткнуться на это если вы пользуетесь фейсбуком это то что отдает вам ваши картинки вы запускаете фейсбуковского клиента на вашем телефоне оно пойдет туда как это рассказать сильно научно я не знаю на самом деле но это путь развития попробуйте это осознать и прикинуть когда вы сталкиваетесь с задачкой попробуйте найти самое простое решение может быть прошлого года может быть прошлого десятилетия сделайте его посмотрите работает или нет попробуйте придумать потом когда он уже работает как это можно сделать эффективнее вот это хранилище придумали опять же люди я думаю до 25 лет возраста это все доступно оттого получилась муставируемая система хранения бинарных объектов то что это картинки это просто исторически сложилось они с этого начали дальше они это стали активно использовать при обработке почты в фейсбуке большое количество сообщений действительно большое если там пробегает где-нибудь оттач то среди этих картинок лежащих в хранилище безо всяких признаков там внутри хранилища нет информации о том это картинка чпек киношка или оттач зиповый это хранится где-то вовне в другой базе но в самом хранилище бинарных данных просто лежат байтики и они туда сумели сложить по-моему сопоставимое по объему количество информации про сообщения скорость работы системы у нас порядки количество файлов если эту систему мы делаем на двух файлах а без нее у нас должны быть сотни тысяч файлов получается совсем разные цифры по скорости совсем разные и что здесь значимо создавая индекс нужно оставить только то что вам нужно если можно описать картинку ссылку на картинку как основная ссылка плюс а все сделайте это индекс живущий на сервере относительный потому что держать 5 64 битных чисел намного больше чем держать 1 64 битное и 4 по 32 мелочи имеют значение вы говорите что вас не очень интересует ассемблер в ходе вашей работы я очень надеюсь что у вас хватит терпения выйти на осознание систем достижимости а потом перейти через это и начать их оптимизировать уже туда и вернуться к тому же самому ассемблер когда биты начинают иметь значение получение данных из такой систем это минимальное количество ИО файловых ИО мы точно знаем в какое место диска нужно сходить мы сделали нужную файловую систему и быстро это находим Итого фотохостинг это сложный составной процесс начинался с простых решений в какой-то момент появлялись монолитные монстры я сам делал фотохостинг на базе данных складывал в блоб оно не растет дальше оно разбивается на разные хранилища то есть мы делим информацию налево и направо уложите у себя в голове что у вас будет полиглотное хранилище вам нужно что-то положить на диск на самом деле это хранилище вам нужно что-то положить в оксидную базу данных это тоже хранилище будьте свободны с тем что у вас вот здесь мыскуль вот здесь файлики вот здесь редис специализация нужно быстро редис нужно надежно мыскуль нужно много файловая система причем сиквел должен быть микс сиквел и ноу сиквел это реалии нашей жизни но помните про кап если вы что-то положили в одну базу и не донесли до второй у вас может произойти раз синхронизация вы потеряли консистность у нас сохранились данные о картинке мы потеряли мета информацию реалии нашей жизни у нас в хранилище бинарных данных есть куча анонимных бинарных данных мы не знаем что это они там лежат мы потеряли мета информацию и каждую часть хранения можно отдельно оптимизировать я здесь рассказал про хейстек вопросы если вам нужно хранить несколько размеров изображения то вы их все положите в один дата файл это у вас будут разные нидлы это не один блок это один файл супер блок он разный но при этом он автоматически туда кладет исходную картинку тут же ресайзит следующей записью кладет следующую уменьшенную еще уменьшенную еще уменьшенную если мы делаем индекс живущий на файла системе я думаю что возникнет а каковы шансы что запись будет производиться в один и тот же хейстек одновременно если у вас большое количество их если у вас большое количество шардов надо считать на самом деле это не считается я утверждаю что посчитать это почти невозможно хорошая нормальная база она должна сопровождаться мониторингом вы должны записывать сколько времени получал человек картинку сколько времени он ее записывал должна быть аналитика вы должны смотреть насколько оно живо я не умею считать вероятности как вы возьмете средний случай это опять же привет шардированию вероятностно построенные шарды они не работают человек делает шарт например живущий в магазине разбивает на основании телефона просто своих покупателей а потом он считал что номер телефона это же просто число оно должно как-то нормальное распределение потом случайно выясняется что к нему в основном ездит из одного района получился один префикс шарт перегрузился я не могу считать сложные вещи правильный критерий вы запускаете и смотрите как оно живет собираете логи и читаете а можете рассказать о том про руки которые позволяют скачивать и так далее вот здесь вот есть security cookie которая поставляет клиент application если хейстэком может пользоваться как фото хранилище так и хранилище оттача из почты то есть сам клиент должен сгенерировать cookie на основании чего он его сгенерирует я не знаю например текущее время возьмет md5 сумму от пользователя который заносит это просто должна быть невыводимая простыми правилами новое значение если вы просто так кладете вещи просто посмотрев на урл я начинаю ходить по вашей системе смотреть на урлы ага там лежит дб курс 05 скорее всего там появится дб курс 06 бинго меня это на работе троллят из серии того что студенты небось уже все там проверили если ваш алгоритм можно восстановить то вперед если я туда добавлю просто случайное число вы это уже не найдете насколько это реально я занимаюсь адресами в яндексе в наших логах видели что у нас народ начал перебирать наши компании у них мы изначально наружу выставили наш внутренний айдишник он плавно нарастающий ну не плавно он там скачками по 100 по 200 скачет у нас там раздаются айдишники в разные места народ просто написал маленький перловый скрипт который и побежали такую же самую систему мы видели в маркете маркет это большая база хранения товаров модели к товарах на самом деле мне это очень нравится регулярно если я вижу какой-то товар технический я хочу узнать что о нем я иду на маркет и смотрю смотрим влоги нас начали качать народ это перебирает чтобы сделать свой сторонний сервис это вопрос даже не security а повторимости сервиса для фейсбука это ценно просто генерируем случайные куки случайное число сейчас это поменялось решение насколько я понимаю активно прутся из одного места в другое и регулярно но с другой стороны регулярно воспроизводится люди имеющие похожее образование приходят к более-менее похожим решениям то есть та база которую я делал на склеенных файликах подобные вещи она не доросла до таких блоков до суперблоков подобных вещей надо было решить задачку взял покидал посмотрел быстро работает глядя на это мужики намного больше думали если упоминать слово веры не верю не верю что у них нет репликации но если не представляю так как надежно быстро реплицировать 10 терабайт с такой структурой данных а если когда нам поступил на картины сразу может быть но у меня возникает вот такой вот вопрос так это сторож это наши данные с каким резервированием ты готов хранить полтора петабайта данных вот скажи мне между гигабайтом и петабайтом там еще что-нибудь есть или это всего лишь три нуля добавилось если мы захотим сделать копию просто резервирование два да у нас получается три петабайта как это называется ты думаешь заставим три четыре с половиной петабайта это же величина одного порядка отлично тебе говорят тысячу рублей или три тысячи рублей одного порядка получается тогда если там даже рейд 6 какова вероятность сломаться сата диска полуку сата диска полтора петабайта полтора петабайта это сколько тысячу пятьсот терабайт там полторы тысячи дисков есть ну я думаю что там каждый день ломается диск нет каждый день это распределено на всех пользователей у меня есть конкретно моих водки они лежат все на одном сервере сервере здесь чтобы не нужно чтобы все время иметь к ним доступ надо знать вероятность падения одного сата диска после которого сервер будет подниматься несколько суток в рейд 6 в рейд 6 есть еще такая фенечка он живет даже когда в нем умерло два диска он медленно но отдает те данные он он превращается в два битых диска на самом деле в тот момент когда ты из него внимаешь один битый диск вставляешь новый вот там тогда запустится репликация он будет очень медленно он все еще будет отдавать данные я не верю на самом деле что фотки они реплицируют вот так вот ну а вы читали license agreement на фейсбук там что-нибудь написано об обязательстве что ваши фотки будут доступны вам всегда и везде а но я думаю что теперь вы знаете почему а кстати еще такой вопрос почему ну такая была информация а это время если у вас на самом деле проблема с этими вещами если у вас осталась вот эта вот ссылка для фейсбука она вот такая вот красивая в фейсбуке там добавили флажок удаленности в случае с вконтактом там в течение многих лет были скандалы из серии того что я полностью удалился удалился из вконтакта почему мои фотки до сих пор всплывают в интернете ну пацаны не сделали флаги может быть внутри вот это вся структура здесь есть блок дата это те самые данные ну например 100 килобайт наших чпега хедер куки кей ключ флаги флаг это они просто зарезервировали место и сейчас там доступе ну много свободного есть один битик удалено если мы дали конкретную команду удалить фотку мы позиционируем наш диск на это место выставляем этот битик в тот момент когда приходит запрос через аппликейшн аппликейшн проверит установку этого бита и не вернет но на самом деле если аппликейшн не будет этого проверять то сотрудникам фейсбука ваша картинка будет доступна еще долго долго и долго только если этот сток будет перестроен перестроение это попытка дефрагментации у меня например я использую похожую концепцию для передачи данных из одного процесса в другой то есть ну есть концепция что у меня есть система подготовки данных система получения данных между ними можно передавать данные xml и так далее объем был большой я сделал подобный бинарный рядом лежит индекс в нем лежат офсеты я просто-напросто если происходит изменение дописываю в конце раз в сутки например я стираю этот файлик заливаю с нуля вот такая дефрагментация ну в моей работе нет мы обычно по ночам готовим новые индексы и потом их распихиваем то есть ну опять же фазированная система но вот эта концепция у них это персистент хранение но совершенно аналогичный способ можно использовать у себя я видел даже систему которая в качестве данных держит xml там просто идут xml блоки у яндекса вся верстка сделана на xml то есть основное содержимое страницы это xml просто поток xml это не валидный xml это просто блоки xml рядом лежит индекс размер смещения и айдишник вам нужно получить картинку где-то в продакшене приходит айдишник по айдишнику вы смотрите в индекс смещения выбрали блок выкинули наружу это опять же все рассказы про то как делать большие базы данных я на самом деле надеюсь что вам это интересно что вы на это подсядете я увижу базы нового уровня потому что это ну блин это я уже знаю я хочу увидеть что будет завтра вопрос если мы по какой-то причине потеряли кусок файла ну смотри смотри magic нам берет например число пи до не знаю до 100 знаков шанс того что она будет встречаться в нашей картинки ну исчезающий мало а то есть в каждом блоке эти фоношки да те же аналогичный способ синхронизации существует например в хадупе хадуп это тоже система хранения данных там подобная вещь оно почему используется там там можно организовать примерный поиск мы даже не потеряли ничего из файла у нас есть большой файл мы взяли его посередине просто произвольно в середине и начали бежать направо до magic number встретили magic number дальше мы знаем дальше лежит айдишник файл отсортирован ага значение больше мы делим остаток напополам ищем там и там подобные вещи работает все на сегодня а